и снова здравствуйте всем привет и так вот набросал я вот такую стопу и хочу сейчас попробовать ставить сюда значит косточки потом возможно еще тапок добавлю и посмотрим как все это дело будет при анимации работать допустим когда нога сгибается это дело сейчас проверим и потом вот эту вот ногу можно будет представлять какому-нибудь персонажу уже сшивать и будет все это дело классно работать так модель вот этой стопы будет опять же в группе в описании vk мы погнали единицу нам падение n панель screen cascad shift a сочетание клавиш добавляем арматуру single bone опять же ставим ее via port display in front смотрим тройка на нам паде куда она должна стать так давайте поднимем а пардонки он кролик это уже будем делать в этих мод английская а но поднимаем пусть это будет у нас значит виртуальный пах но здесь так как это виртуального паха и отводим на супу патру бедренную кость альф и clear parent соединяем ну приблизительно так это не приблизительно значит должно быть получше так бедренная кость опускается здесь где-то будет колено приблизительно когда это косточка еще должна быть побольше и так приблизительно все сделаем стройка на нам паде так можно купить эту бедренную кость перекрутить теперь значит не подставляем ее вот к этой косточке ноги следом е вытаскиваем кость управляшки альф и теперь вытаскиваем е так вот здесь она гнется пойму на на стыке ноги да и значит не вот сюда идет тоже кость семерка на нам паде вот таким образом делать ее в принципе можно но я думаю что она будет ногами гибкая давайте сделаем как руку значит уменьшим вот эту косточку так где-то да только на нам паде опустим g вот эту кость эту заберем вот эту косточку к этой ноге пальцев косточке здесь вот идут тыковые кости вот к ним давайте все это дело подводить так и вот так смотрим как все это дело установить конечно все это задралось и вот эту кость тоже не выделилось так смотрим под разными ракурсами эту там пониже да и все их можно сделать пониже но у нас должен быть значит как стать линия изгиба давайте посмотрим теперь значит семерка на нам паде я буду так вставлять е вставляем цельную кость и когда мы ее установим вот она опять задралась давайте g понизим а вот теперь ее с обдеваем и нужно чтобы она гнула значит вверху значит кости должны быть как бы треугольником вершиной так это значит будет гнуться к верху это пусть будет треугольник вниз в принципе нормально на первом пальце как и на руке у нас две кости а здесь у нас уже будет их по 3 значит и выводим палец опускаем кость сабдивайды вот это оставляем одну кость до щиколотки до косточки вот этой центральной выбираем ее поднимаем ее под углом и вот эту косточку сабдивайдим тоже потому что у нас вот где идет внизу вот эта мягкая ткань она здесь тоже должна будет гнуться так это значит вот эту желательно как бы треугольник вниз увести вот так потому что она будет гнуться к верху ну и таким же образом делаем остальные пальцы здесь я на ускоренной пройдусь так есть такое дело но теперь наверно вот эту штуку чуть-чуть повыше вот отсюда чтобы гнулась топа и помягче была так здесь она будет гнуться самостоятельно так вот эту косточку вяжем на эту косточку ctrl-p keep offset и просто давайте добавим е косточку ориентина чтоб нога у нас в бок не уходила alt-p clear parent вяжем ее вот эту косточку вот этой кости через shift ctrl-p keep offset так теперь что у нас еще получается вот эту бедренную вяжем в тазовой ctrl-p keep offset ну и на этом в принципе пусть все заканчиваем да так вот теперь по управлению такими костями вот так что я хотели сделать так если добавить инверс кинематик то это будет ну это будет значит ай-яй-яй или в принципе ну давайте добавим инверс кинематик управляшки так будет легче управлять и побольше их поподелаем alt-p clear parent и вот эту вот косточку вяжем к этой ctrl-p keep offset так здесь тоже можно сделать таким образом выбрать вот эти верха строится на нампаде сделать английскую е щелчок и просто вытянуть еще три косточки с большим можно и так справиться будет а вот эти косточки пускай будут так это все отвязываем alt-p clear parent alt-p clear parent alt-p clear parent а эти теперь вяжем ctrl-p keep offset ctrl-p keep offset и здесь ctrl-p keep offset все ну there's good заходим теперь в object mode выбираем ногу выбираем кости через shift ctrl-p и ждем white automatic late automatic ввучит ленд ну и все идем в pause mode заходим в pause mode и настраиваем универс кинематик выбираем сначала низ пальца выбираем управляшку ctrl-6 c и инверс кинематик так пардонки опять вступлю управляшку выбираем и заднюю кость ctrl-6 c и инверс кинематик все это я протупил опять и выбираем на две кости и смотрим как работает так не ту кость выбрал вот эту так и нога у нас не привязалась вы видите сейчас мы этот косяк посмотрим это все по простым роликам видно где то мотюкнулся ну здесь опять же ctrl-6 c и инверс кинематик на две косточки и погнали ctrl-6 c и инверс кинематик cdd так ctrl-6 c то же самое это все установлено ладно теперь выбираем вот так выбираем вот эту косточку и вот эту ctrl-6 c и инверс кинематик здесь ставим на две кости и нужно нам теперь направление значит вот этого колена поставить здесь нам понадобится уже наименование кости двадцать пятое не проблема выбираем инверс кинематик вот эту вот золтую кость заходим в настройку кости находим арматура находим любую косточку и ставим 25 25 enter так здесь у нас проверяем 90 работает 90 не работает 180 вот 180 заработало проверяем управляшку как она работает отключаем name чтобы нас не беспокоила эта штука и просто вот все нога работает ctrl-z все зашибись но у нас матюкнулась значит стопа выбираем стопу выбираем ctrl-p ctrl-p automatic будет все вот был ролик у меня как эту штуку ликвидировать это матюкается сетка значит выбираем нашу стопу заходим в edit mode стопа выбранная находим так edge находим нет вертиксы находим вертиксы вертикс групп так by distance да так это не тут for smash значит smash так так clean up и merge by distance пересчитали пробуем выбираем стопу ноги ctrl-p c так это не то так стопаем ctrl-p white automatic выглядит все матюкание не а матюкается ладно это дело сейчас будем еще раз поправлять пробуем edit mode снимаем выделение mesh м нажимаем my by distance de general так как десемель диометр десолк попробуем андрейска анд и mesh значит clean by distance десемель десолк Вот убрала 4 вертикса, 12 эджем, 8 фейсов. Пробуем. Так, опять нога, опять кость. Ctrl-P, ой, байзи, матюкается, ладно. Это возможно ещё от того, что вот здесь вот нету, значит, меша. И вот эти кости ни к чему, в принципе, не привязываются. Не может настроить веса, да? Ну, вот такая штука. Проверим, я так не делал никогда, в основном на полного персонажа. Поэтому он не привязывается. Значит, выберем ещё раз вот эту нашу болванку. И попробуем сделать какую штуку. Так, ещё раз зайдём в Edit, найдём Merge, ну вот так, кто у нас тут ещё есть. Merge by Distance, 0 вертиксов, нормально. Дистанция между полигонами. Так, теперь, значит, меш. И ещё раз клею Up, Generate the Soul. Ещё нашёл, да? Так, теперь... Всё, вот теперь по нолям. Вертиксы 0 и G0. Пробуем теперь ещё раз привязать. Ctrl-P, Flight Automatic, Выжать. Всё, привязалось. Надо её побольше делать, пока она по нолям не показывает, что там вертиксы, фейсы, всё нормализовалось, да? Выбираем только кости, заходим в PostMode. Выбираем кость-управляшку. Опа-на! Вот, видите, поднимаем. А пальцы управляшки не привязаны. Куда? А они привязаны, они косточки центральные. Это нам поможет Edit Mode. Выбираем кости-управляшки. И попробуем привязать их вот к этой кости, значит, Ctrl-P и Pull-Tap. Заходим в PostMode. Выбираем нашу управляшку. Всё, вы видите, теперь нога поднимается. Вот она мягенькая. И вот она оттягивается, да? Это, опять же, по прошлому ролику. Давайте, ну, как, пробублируем информацию. Выбираем вот эту косточку. Находим Add Bond Constraint Copy Location. Теперь ставим наименование. Ноль вторая кость. Теперь ставим сюда, значит, Топан. Так, пардоньте. Так. Таргеты арматура. Следом идёт у нас Bond. Какая она там была? Ноль вторая. Ноль вторая. Enter. И до упора опускаем нашу стопу. Вот этим полугольком Head Tower. Rail Tile. Так, теперь что у нас? Вот пятка у нас теперь тянет, да? Можно настраивать, конечно, веса. Сейчас дойти, настроить веса. Но смотрите, что можно сделать. Просто по берегам, если у вас что-то вот такой косяк, мы заходим в Edit Mode, выбираем нашу кость-управляшку, отводим её подальше от мэша, заходим в Object Mode, и перевязываем нашу ногу Ctrl-P Weight Automatic Widget. Вот. И смотрим, что у нас получается. Полусмотр. Всё, вы видите, что нога привязалась, правда она отлетела чуть от косточки, ну вот уже кость не тянет, нога стопорится. Она чуть-чуть переместилась, это получается, ну так, если так сделать, нужно сначала персонажа отвязать полностью, потом зайти в Edit Mode и оттащить эту косточку, чтобы потом у тебя не было притяжения с ним. Ну, это сейчас пока не стой важно, ну как, в смысле, запомните, а то вы будете по привязанному делать. И он, ну, в принципе, он весь отлетит. Так что тут не беда, его потом можно на центр персонажа передвинуть и перевязать, допустим, там, ловый кнот, вот он сейчас, у нас есть персонаж, мы его перетягиваем, допустим, на центр и нужно перевязать вот эту ступенку. Вот, выбираем все, обзыв, все корриджим, 3D-курсор, все перевязали, все нормально. И что у нас тут получается, собственно? все работает, все зашибись, тэн-тэн-тэн, нога поднимается, все прикольно, ctrl-z, ctrl-z, то у нас под пальцем, значит, G, вот вы видите, что мы так, и можем двигать пальцами, большим, значит, пальцем мы его сюда в центр подгоняем, так, вот здесь у нас получается прорехаем, так, мы ее этой корточкой двигать не можем, теперь только регулируем Inverse Kinematic, так, это, эта кость тоже идет Inverse Kinematic, и вот эта кость идет Inverse Kinematic, да? Теперь можем чуть перекручивать ее, подгонять, так, а вот эту кость мы не делаем Inverse Kinematic, но ее можем просто так подтянуть, ну, немножко будут косяки, значит, вот с этой штукой, значит, наверное, к этой все-таки, к этому пальцу нужно все прижимать, так, это, значит, R, чуть-чуть сюда, чуть-чуть отсюда, и вот этот палец тоже, R, и чуть-чуть сюда, мизинец, ну, мизинец, как-то вбок стоит, в принципе, по-разному, ну, нормально, что ли, а вот, когда они начинают поджиматься, здесь, сейчас я отключу текстуры, RANDOM, и получается, если мы выберем все вот эти вот косточки разом, и попробуем, значит, G, от 11, за счет того, что мы дали, значит, вот этим костям изгиб, они у нас теперь, вот, видите, как поджимаются, нормально, нормально, ну, и, это же и есть вот, так, вот здесь вот, чуть-чуть угол нужно подправить, слушай, я косточку тут двигал, вот эту, и чуть-чуть, значит, назад R, или нажать Alt, G, Alt, R, и вот она нормально становится, ну, это если косяка замутили, то тогда возвращаем на изначально, так, и вот они встагнулись, да, и теперь мы вот эту тапу, ага, теперь если мы эту стопу будем поднимать сверху, и они у нас, видите, вся стопа будет подниматься, Ctrl Z, с одной стороны это не есть хорошо, ну, мы можем сделать такую стопу, сделать вот так, потом сделать как-то вот так, как-то вот, с этой косточкой шевелить лишний раз тоже не есть губ, а вот этими костями в принципе можно, и желательно, наверное, вот эти управляшки привязать каждой к своей кости, давайте это так и сделаем, Alt, так, это А, Alt, G, Alt, R, TEST все прошли, посмотрели, все правильно, заходим в Edit Mode, и раз у нас каждым пальцем будет управлять вот эта кость, она привязана к той кости, ну, тогда вяжем вот к этой кости, Ctrl, P, People, C, эту косточку вяжем к этой, Ctrl, P, People, C, а эту вяжем к этой и так далее, так, это есть, привязали, получается, теперь эта кость, на нее влиять не будет, это PostNob, Alt, G, делаем R, перекрутку, делаем R, где она тут не гнется, стопа, да, так, а гнется, наверное, вот 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 эти штуки должны, да, эти штуки тоже не должны, я сейчас вот знаю, гнется только пальцы, да, а пальцы будут гнется за счет чего, за счет вот этих косточек, значит, им сейчас поставим управляшки, и вот этим управляшкой, значит, это делаем L, так, а что я там не выбрал, они чуть-чуть так, они без этой без инвес-пинематик работать не будут, вот тоже не есть гуд, возможно, даже инвес-пинематик будет не нужны, так, ну, а так, в принципе, так, если мы их приподнимаем, они приподнимаются, и тут мы их можем регулировать, допустим, раз, вот они согнулись, и здесь, значит, вот эта нога, а ну-ка, в стопе она будет гнется, опять-то она гнется, тут за счет еще, значит, колена, угла, и, значит, вот эту штуку, если мы будем вперед передвигать, она вся передвигается нога, Ctrl-Z, так, и вот с этим пальцем посмотрим, что он нам даст, или, возможно, лучше будет работать вот таким на стоп-базон, да, он тоже как бы как бы подвиняется, но этот чуть побольше будет, да, ну, в принципе, будет немножко долговаться, в принципе, будет хороший результат, так, эти пальцы надо поставить будет в родное положение, там, где они должны быть, управляшка, так, единица, перекрутка, подгонка, и теперь тройка на нампаде, обязательно поднимаем ее повыше, так, ну, а здесь мы можем еще вот этими костями регулировать, вот для чего чтобы мягкость стопы была более-менее получше, так, не такой, да, надо сейчас будет заменить вид костей, вот, и, допустим, вот, ниженец можно еще ниже опустить и его приподнять, тогда будет более жилая такая анимация, огнется она основном вот тут на костях и вот тут прописываем A и O crop это значит G отводим на десятый кадр, колесиком таймлайн перекручиваем, а на первом прописываем ALT G ALT M возвращаемся в исходную позу и делаем И LOG ROAD Ничего Нормально 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 нога себя ведет, но нужно теперь немножко изучить вот эти вот все допустим здесь вот тазовые кости я уложу и вот допустим он присел так тогда нужно будет вот это все больше тут подсеркнуть и возможно даже использовать вот эти кости но они не должны работать вот эти не должны там уже чуть-чуть только может раз и тогда вот эту кость нужно уже по модели смотреть CTRL-Z его кроты и что у нас раз а ну-ка сверху как это все дело работает так а что если здесь мы еще сделаем какую штуку да вот вот эти косточки выберем и теперь мы G поднимем вверх и вот так перекрутим да а этот большой когда он весь поднимается да и лак рот ну вот уже живая такая лапа нога так ну а на этой стопе да надо G R так сначала начнем с большого ставим его в нормальную позу так вот эту кость можно даже чуть-чуть перекрутить подогнать если надо там допустим G так ну а тут теперь нужно будет посмотреть лучше будет с пинематиками управлять или лучше как кисть руки вот делали лучше может каждую косточку крутить но тогда будет заезно а это можно подвигать и будет зашедить так а давайте попробуем еще если без инверс кинематик а просто вот эту кость на эту кость Ctrl-6-C инверс кинематик делаем и теперь заходим в настройки и удаляем таргеты и мы просто убираем теперь вот эту косточку и G ставим ее так на одну кость движения G и вот мы можем одной косточкой без инверс кинематик управлять если поставим на две то тогда уже вот наверное вот этот способ будет лучше да вот мы выбрали как раз и допустим вот мы перекручиваем G подогнали R G это большой так не работает как те на три косточки да так и вот мы теперь опа и вот я тут уже хлеб поближе к этому пальцу ну и пальцы чуть-чуть они как бы вот так сделаны сделаны и что получается получается нормально опа 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 так вот еще один вариант копали у нас текстуры почему потому что я когда ее сюда загружал она была на рабочем столе а потом я все значит текстуры и файлы кинул в папку ну а это можно в object mode найти значит нашу вот эту ногу файлы expression date fin messing рабочий стол находим топа и подключаем fin вот и все она их на слабстве текстуры в этой папке так ну вот такая стукенция значит да по пальцам ну а что нормально теперь разобраться по анимации как работают все эти пальцы и движения уже прикрепив эту ногу значит любому персонажу можно уже что-то этакое делать а вот интересно если носок на него одеть в носке как ими руководить под вопросом тоже если кому интересно попробуйте так теперь что еще можно сделать на первый кадр так кости постмод выбираем аддон бон выжит смотрим кости управляшки у нас выходят это будет у нас пусть будет кубы куб и заменяем панель в боковой уменьшаем смотрим чтобы можно их было удобно выбирать так вот вот эту косточку аль 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 перекручена чего-то значит нужно ее подкорректировать вот этой панель косточкой и это что у нас ну здесь по-другому вот эта косточка ее нужно ниже опустить мы назначаем отдельно куб и здесь она уже вот вперед передвигается допустим а здесь перекрутки идут по Y по Z и значит уменьшаем ее меньше делаем ее больше это вот будет выделяться вот таким образом так что еще можно заменить если будет вариант вот с этим пальцем допустим который без таргетов да так ну это вот у нас второй палец это у нас первый вот тоже самое работает так стукенция ну без лишних костей так что выбирать вам как настраивать так что еще то в принципе будут косточки нормально установлены так какую еще заменяем вот эту тоже заменяем на куб приближаем к ноге так вот этой мы еще тоже можем работать значит здесь уже будет циркл где-то вот сюда поставим а вот эти ненужные косточки ну в принципе они нужны ну можно их просто заменить на пинжеры заменяем их на пинжеры здесь ставим по нолям потому что они передвинулись здесь значит уменьшаем размер ну чтобы знать какой чуть-чуть подкорректируем чтобы они подошли значит под косточки но здесь где не надо ставим по нолям так по назначению цвета это бонгруппы добавляем группу добавляем цвет допустим красный пинжер потом управляшки пусть будет ну допустим в этот раз ну какая-нибудь синяя ну вот эти кубики управляшки да делаем ну пусть будут красные так а вот с этими костями они не задействованы да вот так здесь уже будет надо аккуратнень ctrl z выбираем можно лайнеры поставить финжер флор тунь-дунь-дунь линии вот крик это пусть будет другая группа это пусть будет у нас зеленый допустим так ну а вот эти инверси кинематики тоже можно заменить на какие-нибудь сферы давайте добавим внизу тут сферы допустим три размеры делаем побольше чтобы их видеть вдруг они пригодятся ставим ну пусть тоже будут зеленые ну и вот эти неучаствующие кости вот эти можно тоже заменить на сферы допустим но это уже поставить синее ну вот получилась как-то вот такая нога все теперь можно ей руководить работать и так далее ctrl z я это дело сохраняю и будет эта нога в группе для скачивания значит так это save desktop top вот такая информация так давайте попробуем теперь добавить какой-нибудь тапок сюда варфрейм и теперь в файл импорт это тапок это опция будет desktop line где он тут у нас появился стройка на нампаде делаем s уменьшаем семерка на нампаде значит r перекручиваем r перекручиваем делаем делаем привязку с целью 3d геометрии g подставляем к ноге s уменьшаем семерка на нампаде с помощью мост перетаскиваем к нашему персонажу делаем s g g перекручиваем подставляем так кройка на нампаде поднимаем до нашего персонажа так так единица на нампаде значит делаем r и посмотрим возможно сейчас придется так чуть-чуть вот это дело сплюхнуть заходим теперь скурт мод и попробуем значит поднатянуть с помощью значит кисточки тянучки опа у меня установлена нога значит выбираем тапок заходим в скурт мод и вот это все делаем пробуем значит вытянуть так давайте попробуем вот этот тапок привязать значит к нашему вот этого стопе и посмотрим что будет если мы выберем тапок выбираем кости жмем ctrl p with empty group заходим теперь выбираем тапок находим data transfer привязываем к нашему персонажу vertex vertex group и все это дело apply так смотрим почему он так потянул его значит так мы его бам-бам-бам-бам и подгоняем назад смотрим что с ним не так есть н-ные казусы да так если привязываем с это режим 3d курсору так вот получается такая штука не есть гуд правильно да отключаем отключаем делаем ctrl d ctrl d ctrl d не есть хорошо это стукин да так так но давайте попробуем нафиг ступен и здесь уже что то уменьшим мультиплей Сабстат Эк Та же самая с тем Не есть хорошо, да? Ну ладно Назад значит тапок И по-моему придется Еще какой способ есть Выбрать тапок, выбрать нашего Персонажа, выбрать кости Сделать контуалки Ой, автоматик выйдет Привязать это все весами значит, да? Вот Тоже что-то он тут Опять же почему-то тапок капризничает Что-то с ним тут такое происходит Непонятный какой-то тапок Угу Тапок не есть гуд Вообще-то должен привязываться Но опять же повторюсь Что-то с ним тут Этакое не так Почему-то Если привязать его Допустим С это резин в 3D Курсору Потом опять попробовать Вот такую штуку Ctrl-P Ходит автоматик Сейчас он скукожится Тогда придется настраивать ему весом Вот что-то его тут Коробит Непонятно Не есть гуд Тапок Нехороший какой-то тапок Так, ладно Не суть вопроса Все можно исправить Исправляем Чтобы все это дело Живое было Давайте опустим его вниз Заходим Опять же В post-mod Так, не в post-mod В edit-mod Теперь Значит выберем Какой-нибудь Вытянем Какую-нибудь Косточку Так, вот давайте Из этой E В обратную сторону Alt-P Clear Parent Опускаем Делаем R Делаем Значит S Подтянем ее К нашему тапку Установим На наш тапок Так Он должен Тут будет гнуться Да Значит Так Как же его обыграть Давайте Вот так вот сделаем Обыграем Вот G Этот выкинем сюда Вот До сюда А из него Вытащим Еще одну Косточку Сделаем Alt-P Clear Parent И привяжем Конк Alt-P Типа Усетка Этой Чтобы они Отдельно Здесь Ввинулись Посередине Так А этому Тапку Вот этой Кости Сделаем Собъевый G И G Поставим Пониже И вот Эта штука Должна Значит Здесь Гнуться Можно Еще Несколько Косточек Добавить Чтобы Нормально Здесь Все Это Дело Гнуло Значит Shift D Shift D Чтобы Веса Хорошо Назначились Или Просто Назначить Веса На Одну Вот эту Кость Потом Ну Вот Эти Две Косточки Вяжем К этой Ctrl P И Пол Сет Так Ну Чтоб Тапок Не Падал Чтобы Тапок Не Падал Вот Эту Косточку Привяжем Вот К этой Кости Ctrl P И Пол Сет Заходим В Обжиг Мод А Вот Из-за Этой Двину Сет Ногу Двину Не Суть Вопроса И Выбираем Вот Это Все Делаем Вот Это Выбираем Вот Это И Делаем Ctrl P With Automatic Visit То Что Косточки Отошли Это Не Суть Вопроса Потому Что Тапок Мы Выравнивали По Тапку И Он Видите Подтянул Так Что Если Будете Думать Что Это Проблема Косяк Ну Ничего Тут Такого Страшного Нет Так Теперь Заходим В Пост Выбираем Косточку Вот Эту И Значит Тонус Получилось Мы Начинаем Двигать И Вот У нас Видите У Тапка Начинает Двигаться Вот Эта Ступенка Значит Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Нам Не Хватает Здесь Костей Таких Костей Значит Не Хватает Нам CFD Вот Сюда Косточки И CFD Возможно Сюда Ну так Я Просто Поставлю По Примитиву Так И Вот Эти Кости Так Поближе К Мэшу Вот Так И Так Так А Эти Чуть Пониже Чтоб Она Не Тянула Или Верхнюю Не Надо Чисто Добавить Эти Нижние Чтобы Они Держали Вот Эту Непонятны Конечно Тапок Но Не Суть Вопроса Какой Скачал Такой Скачал Выбираем Кости Заходим По Смод Так Выбираем Нашу Центральную Управляшку Опять Подставляем Вы видите Что Уже Тапок Не Сминается Потому Что Назначили С веса И Тут Уже Все Как Говорит Зашибить Так Ну Таким Вот Образом Так Теперь Если Мы Будем Поднимать Кость Управляшку Вот Вы видите Что Тапок Движется Вместе Значит Со Стопой И Теперь Мы Сможем Как Работать Допустим У нас Будет Сгибаться Стопа Да Вот Здесь Вот Попробуем Отменить Эту Кость Так Она Гнется Почему Почему Она Тянет Весь Стопок Не понимаю Так Edit Note Эту Кость Свяжем К этой Кости Ctrl P A Мышка Не сработала Пардонки Значит Off Note И Что Получается Если Мы Выбираем Эту Косточку R Вот Мы Нужем Подгибать Просто Вот И Все И Будет Она Работать Да Если Эту Косточку То Вот Сюда А Если Чтоб Палец Не Вылазил Тогда Вот Эту Косточку R Нужно Будет Поделить И Сделать Какой Нибудь Наверное Цепь Или Подтянуть Скульпсмод Ее побольше Чтоб Она Спрятала Эту Штукенку Давайте Зайдем В Скульпсмод Зайдем Скульпсмод И Просто Тапок Подтянем Подредактируем Ну а Здесь Можно Чуть Уменьшить Чуть Чуть Подтянуть Подкорректировать Заходим В Скульпсмод Выбираем Кости Заходим В Скульпсмод Так Английская Английская Лок Рот Так Ну он Поднимает И здесь Вот эта Косточка В принципе Может Тапок Как бы Вот так Чуть Чуть Опускать Да Он Не достает Возможно Английская Лок Рот Так Здесь Вот он Нормальный Должен Прописаться Аль Дж Так Пункт Ауз Ж Выбираем Значит Вот эти Вот эту Кость Вот эту Аль Дж Аль Эр Аль Дж Аль Эр Стройка На нампаде Не забываем Значит Что Нужен Первый Кадр По Которому Потом Можно Все Это Дело Исправлять Будет Так Вот Стат Это Где-то Пишем А И Покрут Тапок Сгибается И Значит Что У нас Тут Значит Чистить Вбок Тапок Работает Так А здесь Можно Даже Управляшками Уже Потом Вот этот Палец Допустим Приподняет Детал Стат А И Локрот Ставим 10 кадров Enter И В принципе Тест Прошел Возможно Удачно Так Поставим Сейчас Материал Какой-нибудь Нашему Тапку Чтоб Не белый Был А какой-нибудь Эдакий Красный Синий Коричневый О Все Вот Уже При Анимации Видите Что Вылазить Немножко Косяки Потому Что На Каком-то Кадре На Каком На Десятом Вот Раз На Десятом Кадре Нога Поднимается Так Нет Это Уже У нас На Первом Кадре Почему Потому Что Не Докрутился Наш Тапок Вот Так А И Вокруг Вот Уже Нога Живая Но Вот Она Пролазит Здесь Возможно Как-то Подошву Надуть Или Больше Значит Его Опустить И Подтянуть Подошву Давайте Попробуем Так Делать Значит Выбираем Object Mod Выбираем Наш Тапок И Просто Его Поставим С Это Режим Геометрия На Первый Кадр И Чуть Значит Поднадуем Смотрим Чтоб Нога Вкрылась Вкрылась И Чуть Эту Ногу Ну Как бы Подбираем А что Делать Так Ну Какие Сидела Делишки Ну И Опять же Выберем Тапок Зайдем В Курс Mod Смотрим Что у него Тут Какие Недостатки Значит Где-то Его Подтянем По Ноге Его Подкорректируем И Здесь Вот Придадим Форму Именно Вот Этого Вот Этой Ноги Ну Как-то Так Наверное Так Здесь Чуть Поднадуем Здесь Она Больше Должна Утапка Быть Тут Чуть Вперед Тут Тоже Утапка Большая Часть Так Смотрим Так Здесь Переборщик Ну А Чем Вам Неживая Нога Эй Нормальная Штукенция Чуть С пальцами Поиграть Уже Персонаж Вот Будет Живой Хотелось бы Сказать Что У многих Сайтов Где Находятся Модели Для Скачивания Сейчас Отключена Монетизация Там Какие-то Все равно У них Были Доходы И Много Сайтов Пропало Если Вам Нужны Какие-то Модели Не Упустите Возможность Накачать Их Сейчас Хотя Бы Для Запаса Чтобы Было На Будущее С Чем Работать Ну Или Все Модели Делать Самому Потом Все Всем Пока До Седания Затянул Я Значит Ролик Из-за Этих Тап Продолжение следует Продолжение следует